Послала нескольких солдат в городок пополнить запасы. Те вернулись раньше, чем она ожидала, на взмыленных конях и с пустыми мешками. Ваше Величество, местные жители восстали против эльфов и краснолюдов. Согнали их на рынок. Убивают. Королева хорошо знала, что без ее помощи улицы города обогрятся кровью нелюдей. Знала она также, что ее отряд невелик, и ему будет трудно утихомирить разъяренную толпу. Госпожа, какие будут приказания? Этот вопрос Рейнарда прервал тишину. А какие могут быть приказания? Ответила вопросом королева и погнала коня в сторону города. Солдаты отправились вслед за ней, спеша со всех ног. Когда они миновали городские ворота и увидели лежащие в канаве тела, Мэва поняла, что прибыла слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию. Разъяренная толпа была пьяна от крови. Надо было укротить их, но не... Смывают! Спасайся, кто может! Счастью, Мэва овладела положением без больших потерь. Позже Рейнард выяснил, что все началось, когда одного из местных дворян обокрали. Подозрение пало на работавших у него нелюдей. Беспорядки быстро охватили город. Но это не все, госпожа. Рейнард указал на пожилого мужчину, который прятал лицо в ладонях. Свидетели утверждают, что в краже виноваты кобели из спалы. Какое бы недоразумение ни явилось причиной несчастья, развязавшие бойню должны были понести наказание. Вопрос заключался лишь в том, насколько суровы. Я не приму никаких объяснений, сказала королева. Зачинщики резни будут повешены, а остальные... Госпожа! Одна из горожанок бросилась ей в ноги. Смелуйся! Это было недоразумение! Недоразумение? Надеть случайно чужой кафтан или ошибиться со сдачей – это недоразумение. А вы совершили преступление и будете наказаны как преступники. Кару свершили незамедлительно, невзирая на протесты соседей и родственников приговоренных. Зато те нелюди, что сумели остаться в живых, вручили королеве щедрое пожертвование золотом на укрепление армии. Хотел бы я сказать, что в Задаре с той поры жили в мире и согласии, невзирая на расы. До ушей Мэвы донеслась задорная музыка и песни. В деревне неподалеку от Большака как раз начиналась свадьба. Отец невесты попросил владычицу благословить новобрачных и, ободренный ее благодушием, пригласил королеву участвовать в торжествах. Окажите нам великую честь, Ваше Величество, а ваши солдаты пусть наберутся сил перед дальним походом. Просим вас, останьтесь. Правда, я не взяла танцевальных туфелек, но думаю, что справлюсь. Веди нас, добрый человек. Церемония венчания прошла в тени раскидистого дуба. Затем гости отправились вслед за новобрачными к убранному цветами амбару, где началось веселье. Глядя, как солдаты рука об руку танцуют с селянами, Мэва почувствовала гордость. Именно здесь, а не в украшенных золотом дворцах, билось сердце лирии. Внезапно раздался крик, и во двор ворвались вооруженные мужчины. Вон она! Хватай ее! Прежде чем кто-либо успел спохватиться, бандиты похитили невесту и убежали в лес. Умолкли скрипки и бубны, уступив место плачу и причитанием. Хозяин обратил мокрые от слез глаза к Мэли. Госпожа, умоляю, помогите. Мы не оставим тебя в беде, добрый человек. Молвила королева, вдевая ногу в стремя. За мной! Иго! Земля задрожала от лошадиных копыт, и зазвенели кубки, которые полагалось поднять в полночь за здоровье молодых. Лирийцы устремились в темный лес. Хотя кавалеристы всю ночь угощались крепкими напитками, они прочно держались в седлах и даже сумели догнать и остановить разбойников. Воинам Мэвы удалось одолеть бандитов и отбить невесту. А та упала на колени и залилась слезами. Не плачь, дитя. Королева положила ей ладонь на плечо. Все кончилось. Ты свободна. Да ведь нет же! Госпожа, я вовсе не хотела выходить за Яна. Меня родители заставили. Я Финберта люблю. Это он устроил маскарад с похищением. Умоляю, если есть у вас сердце, позвольте нам уйти. Я не одобряю того, что вы задумали. Есть раненые, кто-нибудь мог погибнуть. Сказала королева. Но я не могу допустить, чтобы тебя силой выдали замуж. Значит, мы можем уйти? Можете. И как можно скорее. А то я передумаю. Пошелся сказать дурного слова, королева увидела в глазах гостей разочарование. Она покинула деревеньку с первым лучом солнца, не прощаясь. Увидев из-за деревьев поместье Клейтона, королева и ее свита сразу поняли, что опоздали. Во дворе основала целая толпа разбойников. Хм... Кто это к нам пожаловал? Глядите-ка, ребята. Сама королева снизошла до нас. Снизошла. Убить вас. Это ты, предводитель кобелей из Спалы. Тебя называют Кобелином-князем. Да, это все я. Кобелиный князь, принц Плутов, вождь воров, барон бандитов и... маркиз мерзавцев. Пышные титулы. Но один ты забыл. Простой преступник. Ну-ну, попрошу. Какой угодно, только непростой. Спокойнее, Колдуэлл. Где лорд Клейтон? Увы, лорд нас покинул. Он нарушил священную традицию, отказав нам в гостеприимстве. Должно быть, это прогневало богов, раз они уготовили ему скорую кончину. Лорд упал в колодец и свернул шею. Довольно. К оружию! В бой! Браво, браво, ваше величество. Вы замечательно справились. Чего не скажешь про тебя. Лучше бы тебе погибнуть в бою. А теперь я отправлю тебя в Лирию и передам в руки палачей. Ха-ха, великолепно. Всегда мечтал увидеть столицу. Похоже, ты слишком самоуверен. Меня уже многие пугали петлей, ваше величество. А с шеей, как видите, по-прежнему все в порядке. Я не пугаю пустыми угрозами, Гаскон. А если ты думаешь о побеге, из подземелья замка в Лирии еще никому не удавалось бежать. Да уж надеюсь. Иначе я был бы вторым, а в этом титуле нет никакой славы. Увести его. Когда солдаты заковали кобелиного князя, во двор ворвался взмокший задыхающийся гонец. От него разил их гарью и кровью, а в его глазах застыл ужас. Ваше величество! Госпожа! Нильфгаардцы перешли Яругу! Грабят деревни! Убивают жителей! Нильфгаард? О, боги! Они идут прямо на Дровоград! Принц Вильям с подкреплением не поспеет вовремя! Помогите! Помогите! Дровоград! Дьявол! Послушай, солдат, смени коня и скачи обратно к своему командиру. Скажи, что королева спешит с подмогой. Ваше величество, прошу прощения. У нас мало людей. Необходимо послать за подкреплением, иначе... Я видела Нильфгаардские трибушеты в деле, Рейнард. Прежде чем прибудут подкрепления, от Дровограда камни на камне не останется. Нам надо ехать немедленно! Ожидая, пока солдаты приготовятся к походу, Мэва поднялась на башню. На горизонте один за другим поднимались столбы черного дыма. Пылали хаты, амбары, мельницы. Глаза королевы наполнились слезами. Слезами ярости. Ублюдки. Они хотят войны. Так они ее получат. Рейнард, в путь! Захватчики не построились в боевой порядок, а двинулись, как есть ей, навстречу. Их предводителем выступал богато одетый мужчина, от которого исходил крепкий запах пижмовых духов и спеси. Ваше Величество! Мое имя Трагерн Варвдыфер. Мне поручена миссия доставить вашему Величеству данный ультиматум. Эмиссар развернул пергамент, скрепленный печатью, сделал глубокий вдох и начал читать. Я, генерал Ордаль Аэбдаги, требую немедленной и безоговорочной капитуляции Лирии и Ривии. В противном случае я сожгу каждый город, деревню и святилище. Твоих подданных закую в кандалы и возьму в плен, а побежденных и схваченных солдат развешу вдоль дорог в назидание остальным варварам Севера. Когда была последняя угроза, эмиссар свернул послание и ожидал ответа, издевательски усмехаясь. Он позволил себе подобную наглость, веря, что дипломатическая неприкосновенность убережет его от гнева королевы. Его превосходительство абсолютно прав. Мы, люди Севера, настоящие варвары. Отвечала королева, и хоть она говорила спокойно, от ее голоса слушатели содрогались. Мы ни во что не ставим нормы, общепринятые в цивилизованном мире. В том числе мы не признаем неприкосновенность послов. Взять их! Севера в пух и прах, а сам он предстал перед королевой. Залитый кровью, в изорванных одеждах, он уже не выглядел столь гордо. Что нам сделать с этим фанфароном, госпожа? Заковать его в кандалы. Мы возьмем его с собой в столицу. Пусть насладится знаменитым северным гостеприимством в застенках нашего замка. Эмиссар открыл было рот, будто хотел еще что-то сказать или выразить протест, но, увидев бешеный взгляд королевы, прикусил язык. Оставшийся путь красноречивый Трагернварф Дифер проделал уже в молчании. В конце концов, королева заметила развивающиеся на горизонте лирийские флаги. Самое время! Сказала королева с улыбкой. Мэва решила поговорить с командиром отряда. Им оказался некий баронет Эльдар. Мэва не была знакома с ним лично, но юноша очень впечатлил ее. Однако, Рейнард, вместо того, чтобы обменяться сведениями о передвижениях врага, расспрашивал его о совершенно незначительных вещах. «Как себя чувствует твой отец? Надеюсь, он в добром здравии?» «Не жалуется, хотя ему еще досаждает ранение, которое он получил зимой на охоте. Я передам, что вы о нем спрашивали». Королеве наскучил пустой разговор. Она стегнула коня по водьями и двинулась вперед. А как только отряд Эльдара остался позади, отозвала Рейнарда в сторону. Рейнард, мы на войне. Не время для сплетен и обмена любезностями. Дашь, Величество, мы на войне. И здесь ничему нельзя верить, даже именам. Ближе к делу, Рейнард. Отец Эльдара умер месяц назад. Если бы парень был тем, за кого себя выдает, он бы, вероятно, знал. Это значит... Ах, он мерзавец! Какой безупречный акцент! Боюсь, он один из многих. Шпионы Нильдарда, как всегда, превосходно подготовлены. Скажи, как ты его раскусил? У него не было траура на доспехах. Если бы не это, я никогда бы не догадался. Что прикажете, госпожа? Следить за нильфгардскими ряжеными? Пошли нескольких людей, пусть идут по их следам. Только незаметно. Как прикажете, госпожа? Плазутчики наблюдали за действиями мнимых лирийцев с безопасного расстояния. Вскоре они донесли, что диверсанты направляются в сторону Растбурга, крепости, расположенные в нескольких стае к северу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...